Ты куда ползёшь? Я в Российскую Федерацию. На фоне войны с Украиной в России выросло число алкоголиков. По данным Росстата, в 22-м году зафиксировано рост числа диагнозов «алкогольная зависимость». Миссия Украины – убить как можно больше русских. Врачи впервые выявили более 54 тысяч таких пациентов. В их числе почти 13 тысяч с алкогольным психозом. В предыдущие 11 лет этот показатель неуклонно снижался. Конечно, это связано с войной, потому что во многих отраслях, областях жизни человеческой она потопталась и повлияла на состояние людей. Кто-то потерял близких, кто-то беспокоится за то, что выживут ли они, переживут ли они ещё несколько месяцев или нет. Кто-то потерял работу из-за своих неправильных политических взглядов. У кого-то отнимают просто деньги, потому что эти деньги нужно направлять на войну. В самых разных областях и секторах люди страдают от последствий разнообразных. Поэтому социальная напряжённость, конечно, растёт. И это напрямую связано с войной, очевидно. Дух времени отразил новогодний голубой огонёк. В программу пригласили двух видеоблогеров, известных как «Безумный Паша» и «Иришка Чики-Пики». Они набрали популярность в сети, транслируя свои попойки и потасовки. Всем хочу пожелать в наступающем новом году больших успехов. «Безумный Паша» с вами. Когда так, желаю всем успехов и удачи. Вау! Вызванные войной стрессовые ситуации, россияне всё чаще пытаются снять выпивкой. Алкоголь – это всем известный надёжный метод самолечения, который помогает справляться временно с тяжёлыми эмоциями. Это депрессант, который влияет на нервную систему таким образом, что какие-то чувства становятся менее интенсивными. Ну, затем следуют, конечно, прочие последствия разрушения жизни, иногда потеря работы близких. По мнению Владимира Путина, проблемы с алкоголем вызваны недостатком культурных и спортивных объектов. «Вы точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголем. Это связано не с тем, что люди там пьяницы живут в Магаданской области. Наверняка связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры». «Застегните ему портки, а! Боец невидимого фронта. Давай мы одеваемся, не позвать в российскую армию». «Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России». Синхронно с алкоголизмом выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. Издание «Верстка» обратило внимание на статистику МВД, из которой следует, что этот показатель достиг рекордных за 12 лет уровней. В 2023 году было совершено почти 600 тысяч таких преступлений. «Возвращаются люди с войны, возвращаются бойцы ЧВК, возвращаются просто люди, которые раньше никакого отношения к войне не имели. У многих из них сейчас тяжелые последствия, тяжелый ПТСР, посттравматическое расстройство, каких-то криминальных элементов на улице увеличилось, конечно, потому что они получили помилование и теперь имеют возможность жить свободно. А проблемы никуда не ушли, если у человека были проблемы, скажем, с контролем над своими какими-то поступками, аффектами». Специалисты утверждают, что данные Росстата не отражают весь масштаб проблем с алкоголизмом. Те, кто обращается анонимно в частные клиники, не попадают в официальную статистику. Первое в этом году пленарное заседание Российской Госдумы началось с удивительного заявления ее спикера Вячеслава Володина. «Оказывается, Россия, напав на Украину, предотвратила гуманитарную катастрофу. Миллионы погибших и начало Третьей мировой». «Коллеги, начало специальной военной операции остановило Третью мировую войну. Вдумайте, что могло произойти. Гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого нет по одной причине, что наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, а других государств, и в первую очередь государств Европы. Поэтому, когда Зеленский пытается втащить европейские государства в этот конфликт, понятно, для чего он это делает. Это вновь отшляется попытка втянуть мир в Третью мировую войну. Россия мирная страна. И никогда она не будет воевать ни с какой европейской страной». Как Вячеслав Володин не заметил гуманитарную катастрофу в Украине, после того, как его страна на нее напала, непонятно. Но вот как ситуацию еще в конце марта 2022 года оценивали в ООН. Начавшаяся чуть больше месяца назад война в Украине привела к катастрофическим гуманитарным последствиям. Убиты и искалечены мирные жители, разрушены школы и больницы. Многие украинские города заблокированы. В некоторых районах из-за обстрелов люди не могут придать земле тела погибших. На фоне этих трудностей ООНовские учреждения расширяют свои операции. А заместитель генерального секретаря ООН обсуждает с Киевом и Москвой возможность объявить гуманитарное перемирие. Кстати, в апреле 2022 года генсек ООН Антонио Гутерриш призвал Россию и Украину прекратить боевые действия хотя бы на 4 дня. С 21 по 24 апреля, чтобы организовать так называемую пасхальную гуманитарную тишину. Украина и Евросоюз идею поддержали. Россия нет. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников. Но сохраняем надежду, надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть. Каким конкретно образом Россия в этой войне стоит на защите Европы, тоже непонятно. Особенно, если взять для премьера Польшу. Не, когда президент России, а сейчас зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, то и дело называют Польшу опасным врагом Москвы и угрожает ей потерей государственности. Неудивительно, что мнение премьер-министра Польши Дональда Туска кардинально не сходится с заявлением Володина. Вот что сказал Туск в своей инаугурационной речи в польском Сейме. Нападение на Украину – это нападение на всех нас. Мы будем требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине. Я больше не могу слушать политиков, которые говорят, что устали от ситуации в Украине. Да и сам Путин также заявил 1 января на встрече с ранеными военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале в Москве, что даже не Украина – враг России. А именно Запад. Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе. Да что ты, черт побери, такое несешь? Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»